Сколько было ткани, пыш? Хм, стоп, чё-то и ткани не вижу, и сумка какая-то другая. Всем привет, с вами Алексей Дмитриев, и в этом видео буду говорить о батончике Better Bags. Это альтернатива аддону Бэгден, он у нас для сумок, да? Ну что ж, давайте смотреть, погнали! Нажимаем клавишу F12, открывается наша сумка-юрзак. Кстати, кто ещё так делает, открывает именно на F-клавишу, да, сумки? По-моему, даже проще мышкой нажал, да и всё, как бы. Но что так делает, напишите в комментариях, интересно же, правда? Идём далее. Допустим, растянуть размер нашей сумки. Вот таким вот манипуляцией можно именно за правой кнопочку снизу. Именно границу мы растягиваем, кому как удобно. Далее у нас, наверное, основное отличие, как бы вот такое сразу, которое ярко бросается в глаза, вот такая вот сортировочка. По клеткам, видите, то есть разные, а имя словно всё-таки как бы скидывается. Ещё тут 103 показываются, что там общается сваты, которые у нас свободные. Но это всё можно будет менять. Вот, собственно, чтобы менять, заходим на нашу сумку, нажимаем сюда. Вот так вот, видите, то есть... Можем поставить, допустим, one-back, я ставлю, как бы превращается всё в одну сумку. То есть как бы уже без такой, как бы, явной сортировки. Ну, уже больше, как бы, похоже на background, да, обычный, там, как бы, всё мы в одном окне, как бы, и... Мне так удобно, я так использую. Но, опять же, можно, видите, можно по-другому. Кстати, он валюта только снизу, как видите, на всех аддончиках. Просто понятно, какой ещё, допустим, есть вид лист. Ну, кстати, причём-то здесь какой-то банк, наверное, есть. Видите, видимо, аддончик ещё пока что не дружит с русским... Ну, вот, именно тут с русским языком, как бы, да. Возвращаемся к окошку настроек. Допустим, right-click. Происходит сортировка. Ну, а сортировка там ещё будет, как бы, более подробнее. Дальше рассказано, да. Ships left-click. Нажимаем. То есть поиск конкретной сумки. Насколько я понимаю, как бы, ну, этот аддон я не использую, я использую Bagden. Поэтому, конечно, могу какие-то вещах ошибаться, да. То есть держите в этом... Держите, имейте это в виду, да. Потому что, как бы, человек, который просто обозревает аддон, он может обозревать какие-то ошибки, если он, как бы, ну, это нормально. Как бы, вполне естественно. Так. Закрываем. Хотя, что я тут могу, в принципе, ввести? Ввести, как бы, даже если мы вводим, но я не знаю. Давайте ключ. Что он будет на ключ? Хм. Вот я, как бы, ввёз, у меня ключ. Плюс, да. Всё, видя, последовательный... Посвечивает именно в сумке, да. Всё, есть. Нашёл, нашёл. Значит, работает? Работает. Хорошо, убираем. Всё становится серым. Shift-клик назад. А, опять же, левая кнопка мышки. Виды окна мы посмотрели. Конфигуратор категории. То есть, наш, настолько категории, да. То есть, допустим, давайте на примере вот, Free Space. Вот эти, если мы помещаем, так вот, левая кнопка мышки. Зажимаем. А, Shift-Left-Click. Shift-Left-Click. Ну, давай, давай. Переносим в пинет. То, видишь, как бы, у нас появляется наша Free Space появляется в пинете, допустим. Если мы... То есть, она как бы переходит в верхнюю часть. То есть, с самой вверх, да. Давайте оба всем убираем. И всё. Теперь у нас JRPVP стоит и Free Space. То есть, как бы, почему-то, если она вернётся сюда в списке, но JRPV остается здесь в списке. Как бы, как просто правильно перейти на английской, я, конечно, не совсем, конечно, помню. Но, в общем, суть такая, что это как бы сортировка внутри этого окна. Давайте, допустим, даже, опять же, на примере нашего ключа ключ так вот перенесём в пинет. Всё, и становится в самом начале. Я думаю, как бы, всё понятно, в принципе, логично. Возвращаем вниз. Всё. Сортировка становится стандартной. Опять же, выбираем снизу тут. Рест, кстати, items. Это вот будет как раз таки вот здесь появляться то, что самое последнее получили. Теперь, когда я справился с прыгалапом охотником, видите, то есть, у нас получается, я получил с него вот рисе мяса и обесвечивающийся клык. И как раз таки вот здесь он будет у нас усвечиваться, что, типа, последнее то, что мы получили. Ну, может быть удобно, кстати, опять же, кому как. Каждый будет это настраивать именно для себя. Теперь, когда мы, допустим, нажимаем сюда, эта галочка у нас закрывается. Show Back Button, то есть, если мы убираем здесь, наша иконка, которая, бизнесская сумка, стандартная, пропадает. Там мы просто закрываем и, опять же, используем F12. Я думаю, всё-таки надо, конечно, вернуться, это как-то получше смотрится. Вернули, вернули. Дальше у нас идёт, собственно, Open Options Screen, то есть, главные опции, получается. Нажимаем. Здесь же, видите, то есть, можно, если мы ставим галочку Double and Back Search, сразу. Закрываем. Тут, как бы, у нас уже так вот будет работать сразу. Опять же, где наш ключ? Ключ, да. То есть, без, именно, без Shift-Let Click, когда вот здесь вот, да. Там нажимаем, у нас здесь подсказка. Мы можем сразу это поле по умолчанию включить уже в сумке, чтобы оно работало. Опять же, кому как удобно, да. Хорошо, возвращаемся, открываем опции отображения этой сумки, здесь же есть. Дальше у нас идёт New Item Duration. То есть, насколько я понимаю, это отображение, насколько он считает то, что мы, допустим, получили, какой-то там предмет. Насколько он считает его новым, типа для сортировки, наверное, правильно. Опять же, могу ошибаться. Переходим к следующим настройкам. Тут у нас всё на английском языке. Опять же, когда как-то правильно это рассказать, как-нибудь, ну, как-нибудь попытаемся, да. Item Compaction, то есть, компоновка, получается, нашего окна, да. По умолчанию стоит, типа, simple, но, насколько я понимаю, это только более компактная, да, типа. Если мы ставим none, то видите, что получается. Вот такое вот окно, так вот, как бы, становится выше. Тут получается именно не компактный, именно так вот. Строчка, всё такое. В общем, я думаю, это неудобно, но такое как бы есть. Открываем назад, ставим опять simple, возвращаем. Всё, возвращается, ok, ok, ok. Дальше, допустим, давайте, наверное, вернём к самому понятному, что у нас. Дисплей, то есть, отображение, допустим, наших имени полное, да. Это получается, как это правильно сказать, то, что сокращение, да. Допустим, если у нас здесь есть, вот видите, то есть, рецепты, всё, что-то не вмещается в наш вот эти вот текст. Таким образом, мы будем решать этот вопрос именно через вот эту вот вещь. Когда мы ставим, всё, как бы, наш окошко немножко увеличивается. И наши шрифты, вот тоже, мы сразу всё видим, как бы, это именно для этого получается. Следующие настройки здесь, это у нас получается, видите, то есть, длина нашего, именно вот наших иконочек, да. Стоит получение 15, и сам, допустим, уменьшаем, допустим, 9 поставим, да. Всё, у нас получается вот такое-то расположение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, девять, работает, работает. То есть, можно ещё таким образом тоже, вот как наша окошко, регулировать, менять. Хорошо, опять F12. Окей, Option. Давайте, меня всё-таки на 15, наверное, самое такое, лучшее, когда оно широкое, такое окошко, более понятно. Также мы можем сделать, допустим, шестьдесятку поставить прозрачность. Вот такой у нас их, он становится более прозрачное, как бы, более красивое, да, наверное. Окей, возвращаем, стоя, я думаю, вы поняли. Масштабы, огромное окошко, то есть, как бы, тут всё понятно. Возвращаем, ну, пускай, нашёк, как бы, побольше, наверное, для примера. Колонки, вот так вот можно сейчас сделать, если ты кому-то нужно, конечно. Так, 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 и ещё один, по-моему, чайник, как пристандарт, да, получается. Да, опять же, view, как и здесь было, это, как получается, дубликация настройки, да, то есть, именно здесь вот. Опять же, это то, что одна сумка, то, что вот эти именно по секциям разбито, или вообще листовая, которая, видимо, заблагована, да. Может быть, потом исправит. Я надеюсь, исправит, потому что он вроде, как бы, обновляется постоянно. Так что, как бы, советую использовать. Ну, кому-то это может быть более интересно, чем Бэйден, кому-то нет. Ну, в общем, дело ваше. А этим вылоу, то есть, наши, получается, видите, колор, подсветка. Ставлю. Да, вот если я выбираю, допустим, просто у нас белый цвет. Если мы возвращаем, будет оно. Так, как это неудобно так вот проверять постоянно. Окей, ставим. Да, теперь уже цвет поменялся. Такой, какой, желтенький. Какой это такой более. Блин, я забыл, как этот цвет называется, вот серьезно. В общем, по цвету, это работает дело. Дальше. Вау. Да, 450 лвов работает. Вот видите, я показываю. Это работает, работает. Дальше у нас идет стакинг. То есть, наши стаки объединения, да. Сколько там, 5 штучек там, что там получили ткани. То есть, допустим, объединение, да. 20, 20, 20, 40. Примере будет там какой-то там ткани, да. Что часто собирается. Все, это для этого нужно. Потом также объединение тех, которые как бы не имеют стака. Там, значит, там броня всякая разная, да, получается. То, что у нас получается, как будто что у нас в одном фрагменте. Don't merge transmog, то есть наши предметы трансмагрификации. Don't merge. Pate all. Блин, слово пател совсем вылечил еще из головы. В общем, стакинге это надо будет тыкать опять разбираться, чтобы лучше понять, да. Едем new items, то есть наши новые предметы. Опять же, то есть flash and new items and stacks, то есть подсветка новых предметов, да, получается. Которые при этом стакаются. То есть, несколько предметов в один. Дальше распечатается incoming items recent, то есть, хотя вот, о чем это, в принципе, нужно. Которые все, то, что все предметы, которые мы получили, они считаются как недавние полученные. То есть, как бы, имеют марку. Теперь у нас дальше идет наше item sorting, то есть сортировочка, да, то есть alphabetic. Alphabetic это, получается, повторяю, да, сортировка, то есть тут именно, как и называется наши предметы, именно алфавитка. А потом уже quality этих предметов, то есть там серые, там quality, фиолетовые, легендарные, все на этом духе. Или сначала quality, и потом уже имя нашего предмета. А уже далее, именно section sorting, то есть это уже сортировка нашей, не просто предметов, да, а именно наших секций. Видите, то есть секции, как бы, не на по алфавиту сначала, да, в alphabetic ли, получается, то есть как он идет. GV, PvP, там, задание, ключ, пояс. А это разве по алфавиту? Ну, в общем, я думаю, суть понятна. Теперь, допустим, мы size меняем, да, видите, как бы оно перемещается, то есть получается по размеру. Так вот, опять же, ну, какие-то такие вот манипуляции с нашим окошком, сумки. Вот так вот оно будет выглядеть, да, надо будет проще понять, как оно выглядит. Давайте теперь size decreasing. Вот так вот получается. Видите, то есть у нас эти расходы умые, PvP, гир, задание, ключ, пояс, рецепт, например, и мои сумки, да, они переместились вниз. Опять же так и так. Да, да, тут проще, тут проще вот так вот потыкать и забраться, да. Ну и краски, видите, мы возвращаемся к самому верхнему, о чем я уже говорил, то есть наш компактный вид. Еще раз, как бы, извиняюсь, если как-то не особо понятно, объясняю, потому что я этот дом вижу впервые вообще. Пусть как бы мне попался, вот я, как бы, стоит его посмотреть, как бы, опять же, ну, кому-кому будет интересно. Так, категории. То есть у нас есть, видите, то есть кавычки expansion, то есть печатать от дополнения. Видите, то есть задание у нас наше, допустим, камень возвращения в дворан, он именно у нас из драконфайта появился, да. Ключ тоже из драконфайта. А, допустим, видите, то есть этот почетный знак, пропа валюта, она вообще была введена в battle for the road. Поэтому, как бы, тут именно, пусть видите, тут всякие подписки всякие разные, да. Опять же, допустим, ремесло, вот, допустим, эти небольшое яйцо, рейси мясо, то, что я добывал еще вон на свете, там, в той локации стартовой. Эльфов крови. Тут она относится просто к воту-вы, крафт-рэйдскил. Мы добавляем, то есть, как бы, еще к какому ремеслу относится. Видите, то есть получилось наложение чара, драконфлайт, потом стихии драконфлайт, в такой, в общем, это для месла нужно обязательно, думаю, ставить. Тропочка type, ну, то есть у нас по типу, то есть, да, получается, то есть должно быть кольца вместе с кольцами, там, не знаю, пояса вместе с поясами. Оружие вместе с оружием, да, subtype, это еще, по-моему, вида оружие, да, получается, типа, sub, то есть дополнительное разделение должно быть. Джерсет, получается, комплекты снаряжения, кольцо, опять же, пояс, опять же, штаны, там, ботинки, все от одного сета, там, из-за, там, т-4, там, что-то раньше было, что мне в голову приходит. И если бы любого там рейда, или там, пвпшные сета всяких, очень шмотки, как она вместе компонуется. И эквенбит локейшн, получается, именно в какой локации, то есть отсылка, допустим, где мы получили. Допустим, где я сейчас нахожусь здесь, вот именно вот в этой зоне, то есть, получается, наш Альтальдразус, да, получается, на драконикостровах, и, скорее всего, это им будет именно так. Ну, по крайней мере, на то, что это похоже, как это переводится, весьма вероятно. Теперь мы переходим в вкладочку банк, то есть, наш, собственно, банк, и, собственно, тут все будет те же самые настройки. То есть, все то же самое, когда подходим к банку, опять же, сокращение имени, опять же, вид, опять же, лео, стаки, новые предметы, и сортировочка, и композиция. То есть, эти настройки идентичны. Дальше у нас идет кастом категории, то есть, там, не знаю, сделать свою категорию какую-то собственную, как бы, если у вас там нету. Хотя, я думаю, зачем она, в принципе, нужна, ну, я не знаю, там, топ-гир, топ, там, не знаю, топ-1. GR, там, и за, самая крутая экипировка, что у нас сразу у вас было разбито в ваши сумки, чтобы проще было там одеть, сразу, да, не знаю, опять же, кому нужно, кому нужно. Так, help, то есть, на английском, наше, собственно, как бы, определение, да, то есть, подсказочки всякие разные, да, типа, как создать, как удалить кастомную категорию, и все подобное. Ну, тоже такая более детальная настройка. Опять же, видео, то есть, как работает поиск, то есть, допустим, видео, можно идти прификсы, там, типа, классик, ТБЦ, ВТЛК, КАТО, то есть, все дополнения, как бы, искать. Именно, получается, вот, именно, с дефизом, наверное, да, или по типу, или по стоп-типу, то есть, можно введить, ввозь, и мы поставим в строку нашего поиска, то есть, предмет, и еще плюс, какое-то дополнение, то есть, как бы, так, еще, как более детальный поиск, насколько я понимаю, опять же, это я сказал. Ну, и плагин, как бы, поскольку никаких плагинов к этому аддону не ставил, делал, как скачал, но с кроссфордж, как оно есть, ставьте, как бы, всем советую, то есть, не надо, все качаем, все аддоны с кроссфорджа, самый нормальный, кажется, вариант, они всякие, там, сторонние, там, сайты, потому что, там, вообще, непонятно, можно запутаться, потом, люди говорят, что, там, ну, там, отключает одну версию аддона, а там, по факту, другая версия аддона, потом, их интерфейс не работает, ошибки вылетают, потом, не прикольте комментарии пишут, объяснить, там, аддон не работает, у меня, там, то не работает, это не работает, а почему не работает, потому что, не скачано, ну, именно, конкретная версия аддона, под конкретное дополнение аддона, сейчас уже, на официальных серверах, и, что, там, и катаклизм, и классика, и, там, лички, все это, все, путается, у людей, все это ставится, аддона, там, короче, в общем, такая вот, поэтому, курс-вотш, там, есть разбивка, именно, под каждую категорию, дополнения, под конкретную версию, это все, там, разбирайтесь, качайте, самый нормальный вариант, это, я сказал, это, я сказал, это, я сказал, то, сказал, ну, думаю, в принципе, я и всю сказал, наверное, да, получается, опять же, миллион раз извиняюсь, потому что, аддон, впервые, вижу, ну, короче, могу, что-то не знать, что-то, может быть, неправильно сказал, но, я думаю, как бы, стоит, классная альтернатива аддону Бэгден, хотя, может быть, все-таки, Бэгден, наверное, как-то, наверное, получше, наверное, в итоге, но это, лично, для меня, да, то есть, вкусовщина, ну, и, кстати, теперь, вы знаете, что есть еще и такой аддончик, и, может, кто-то для себя поставит его, именно, да, может, ему это больше зайдет, стоп-стоп-стоп, мы забыли здесь еще посмотреть, именно, шоу-бакс, то есть, я разобрал это, 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 а шоу-бакс забыл, видите, то есть, когда сумки, именно, вот так вот, то есть, как бы, вот такой вид будет, да, видите, первый юзак, второй юзак, третий, кстати, такое тоже, может быть, даже, интересно, вот, такое-то именно расположение сумки, даже, даже, прикольно, да, ну, и, обязательно, какие у нас сумки, собственно, сверху находятся наши все эти сумки за шею на ткани, я, если, по-стать, использую, и, по-моему, уже, наверное, другие люди покупают сумки, мне кажется, ну, не знаю, мне все устраивает, 30 ячейк, сумка за шею на ткани, все, я забыл, когда я последний раз отменял, в каком дополнении это было, напомните в комментариях, окей, так, ну, все, вот теперь точно все, по-моему, посмотрели, и переключаем, то есть, если шоу-бакс, такой вид, или возвращаем, опять же, убираем, то есть, опять же, такой же вид, стандартный этот ладончик, всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если хотите больше похожего контента, как бы, ну, увидимся в следующем видео, пока-пока.